всем доброго времени суток с вами канал артмания и сегодня у нас видео обзор покупок из фикс прайса май вот такая у меня большая сумка здесь у меня под ногами еще одна сумка давайте начнем с нее вот там что не очень удобно принципе держать под ногами здесь я купила вот контейнеры по 99 рублей они были 2 контейнеры я взяла размер 6 литров здесь размер не нам небольшой они с трудом поместились в мешок хотела чтобы они вдвоем поместились вдвоем они не помещались в мешок вот тоже 99 рублей так вот довольно хорошо вот он открывается него есть ручка их я взяла для того чтобы формочки для печенья положить туда вот чтобы у меня было на кухне все аккуратно чистенько то есть в принципе не нужна вот эта закрывашка но раз уж она есть ладно вот может быть так даже будет удобнее их там закрыл герметично и все не знаю я планирую еще взять наверное такие они хорошо подойдут для лекарств мне кажется ну если конечно лекарства еще должны дышать вот так вот их подвинем сюда немножечко их видно здесь у меня кстати одуванчики сегодня собрала их у нас пока что еще мало но уже очень хочется поставить их дома тоже чуть-чуть сюда и также не обращайте внимание на мою руку немножечко и подвернула когда градусник стряхивала пройдет так начнем с нашего большого пакета так купила я мыльные пузыри вот здесь один литр такие еще были голубые голубая коробочка баночка и фиолетовая по-моему вон три вида надо фиолетовая вот 99 рублей они стоили попробуем на них стать я буду делать отдельный обзор вот я почитала сначала отзывы ходила фикс прайс несколько раз разные несколько ходок вернее вот в разные фикс прайсе то что нашим что-то нет и даже другой фикс прайс вот это вот я только сегодня купила поставим сюда также купила резун он по-моему в районе 50 рублей а был такой салатовый не знаю что то я вертела вертела салат и хотела взять но последний момент взяла розовый потому что он не такой жидкий он как-то вот более такой вот а тот прям жидкий был был еще серебристый золотистый и темно-зеленый какой-то такой вот непонятно или коричневый что-то не помню там вот на него тоже я сделала отдельный обзор вот у меня никогда в жизни не было резуна и поэтому я решила хотя бы взять попросту потому что я хочу приготовить сама его сделать мне хотя бы знать консистенцию какой вообще на ощупь и поэтому взяла вот особо на них не тянет но попробовать надо хоть раз в жизни так же вот я взяла ментос конфетки я очень их люблю их было 6 штук но я уже половину съела стоили они 27 рублей всего лишь в обыкновенном магазине они около 40 рублей ну кстати в разных фикс прайсах бывает разная цена в одном 27 в другой заходишь там уже около 40 рублей то есть по разному они очень нравятся на них не будет обзора я не думаю что нужно делать вот так же взяла пиалочки такие вот 4 штуки они по 25 рублей сейчас посмотрим сколько тут у нас а 7,5 см я думала будет милитры написано вот их я взяла для записи когда будут записывать кулинарные рецепты чтобы у меня было все красиво вот не какими-то там разными ложками в разных стаканах как у некоторых бывает а чтобы было все красиво взяла 4 штуки на всякий случай сначала 3 взяла потом решила еще одну взять вот ну вдруг мне станет мало пока не есть потому что они зимой по-моему были-были потом исчезли потом сейчас опять их привезли ну вроде люди берут стоит 25 рублей я не помню сказала удобно там ложечку соли и потом аккуратненько все у тебя стоит перед камерой все это показываешь вот так же взяла вот такую баночку она стоит 77 рублей не знаю мне просто очень понравилось вот наверное я сделаю сахарницу она открывается очень мягко то есть до этого вот предыдущие года были баночки они с такими вот штучками очень тяжело открывались мне не нравились я всегда эти штучки снимала и в случае если допустим она упадет она открывалась сразу же вот тут очень мягко открывается мне очень понравилось может быть не знаю я еще такое возьму ну захламлять тоже не хочется а вот так вот небольшую баночку имеет там сахар особо сахар не ем ну как бы не знаю может быть для чего-то другого посмотрим ой господи открылась взяла конфеты не мед не мед а не мед какие-то конфеты наверное я так поняла фрутеллы только внутри с начинкой не знаю еще не пробовала 250 грамм стоили они в районе 50 рублей на них тоже будет отдельный обзор и вместе с вами мы их попробуем сахар 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 уже становится полегче немножко вот так же я купила ваниш ваниш я уже до этого покупала делала я где-то немножко наверно пониже есть ролик как я там отстирывала какую-то тряпочку наверное пятна да мы отстирывали пятна на детской одежде чуть-чуть пониже можете посмотреть в этот раз у меня будет тоже ролик где три разных средства пятновыводители и будем стирать одни и те же тряпочки и какое средство выведет вот то есть там вот это ваниш как раз уходит еще два короче вы видите это будет отдельный ролик на этом увидите он чуть-чуть попозже будет вот также вот купила какая-то подвеска цветочек за 99 рублей не знаю она мне понравилась там внутри как под стеклом какая-то сухая какой-то сухой цветочек что ли что-то такое не знаю что-то мне прям понравилось вот конечно это все потом потемнеет сейчас в принципе давайте вам покажу вот он такой он как бы двигается там вот он ай 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 бежала ай 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 бежала то есть вот так вот вот он и всего 100 рублей вот такая вот она поставим тоже сюда сумка становится уже полегче так также я купила вот такую вот лопаточку это например когда торт сделаешь да вот сверху полил шоколадную мне нужна была такая лопаточка чтобы все это разровнять потому что металлическая лопаточка она стоит около там тысячи рублей даже в Ашане я подумала господи почему она так дорого видимо она пользуется спросом и я все думала покупать не покупать а вот тут вот увидела ну в принципе потому что я не знаю буду я пользоваться или нет торты я уже очень давно не делаю просто думаю купила ладно чтоб она была и так же вот ей можно то есть подцепить тортик вытащить как бы довольно удобно с этой стороны даже есть рисунок и вытащить и я думаю можно наверное намазать не знаю только горячее можно здесь была вот зелененькая такая и была нежно розовенькая ну мне понравилось вот это ну она открывается вот она пальчик у меня заезжает я думаю все в порядке будет так а вот формочки это я еще на пасху брала формочки для печенек создания печенек мне очень нравятся в принципе вот эти вот контейнеры я купила именно для них в каком-то влоге вы видели как я их складывала в контейнер правда в другой складывала теперь я буду складывать его в этот контейнер хочу чтоб они были у меня не просто в мешке а каком-то лежали потому что в мешке неудобно доставать оттуда хочется там именно покопошиться получается что вываливаешь из мешка на столе возишься и ищешь а это вот будет как-то в контейнере не знаю может я их разложу маленькие с маленькими большие с большими наверное скорее всего так вот чтобы было удобно здесь вот зайчик яичко морковка и овечка вот мне понравилось больше морковка и овечка довольно интересно яичко у меня уже по-моему есть на предыдущую пасху я по-моему покупала такое ну как бы есть ладно что ж теперь будет значит два яичка будем сыну вдвоем делать так же игрушка ребенку так сколько она 99 рублей она стоила рыбалка чтобы ребеночку играть ну конечно всего 4 рыбки была другая там еще тоже какие-то рыбки вот здесь они немножечко поменьше размером и как раз они в эту сеточку наверное помещают не знаю почему я взяла именно этот набор уже не помню понравился наверное больше обзор на нее тоже будет отдельный роликом посмотрим как это будет надеюсь это все получится так как я задумала плюс 3 кстати здесь я думаю что моему ребенку будет интересно хотя здесь плюс 3 ну не знаю я думаю он половит их положим сюда так же я взяла мексиканскую лепешку их по моему 3 штуки когда-то очень давно еще когда только фикс прайс открылся я брала такие делала из них пиццу вот в этот раз я тоже хочу сделать пиццу вместе с вами вот они для пиццы как раз прям подходят а нет их даже 4 штуки здесь по моему тут не написано вот стоила она в районе 50 рублей такая она очень мягенькая вот а да вот упаковки 4 штуки одна упаковка 260 грамм отдельный чистый обзор на них я наверное сделать не буду не знаю конечно не имеет смысла но в любом случае вы в комментариях напишите потому что ролик как раз сегодня-завтра выйдет наверное пишите отзыв если кому-то интересно пока они у меня лежат пока я соберусь сделать из них пиццу может быть я успею обзор сделать в любом случае сейчас вы будете смотреть все это также здесь какие-то рулетики делают поджаривают вот что-то такое прям очень вкусное так и самая главная покупка у нас самая тяжелая это у нас 4 альбома для рисования они стоят 50 рублей здесь у нас 48 листов вот это я потихонечку до этого как-то несколько лет назад я покупала решила еще взять 4 штуки потому что ребенок будет скоро рисовать он уже в принципе начинает всякие свои каляки и чтобы у него не было такого что недостаток альбомов вот я по чуть-чуть по чуть-чуть покупаю все-таки в альбоме гораздо удобнее рисовать чем допустим на каком-то старом листе бумаги который там с другой стороны там какой-нибудь неправильный договор вот не знаю в следующий раз я пойду, пойду еще куплю здесь вот у меня вот машинка ну все мальчишеские мотоцикл хотя нет по-моему не все наверное здесь вот краски просто нарисованы а вот это почти да тут вот какой-то лебедь какой-то там город то есть такие вот они в принципе симпатичные бумага не знаю, может быть бумага здесь обыкновенная не знаю как она может быть даже точно такая же как и договор на которых вы печатаете не знаю даже вот такие у меня были сегодня покупки собирала их прям частями вот чтобы сделать один обзор ждала пока соберу вот по-моему я все показала ну да всем спасибо за просмотр с вами был канал Artmania подписывайтесь, ставьте лайки обязательно подписывайтесь ставьте лайки, пишите комментарии обязательно мне будет очень приятно напишите какой-нибудь отзыв допустим на пузыри мыльные как они вам потому что я читала вчера отзывы что если мыльный пузырь попадет на одежду то она не отстирывается вот это я тоже буду кстати в обзоре проверять этот момент насколько это все реально вот на конфеты там я не знаю какой-нибудь комментарий напишите вот также смотрите мои другие ролики там есть влоги как мы с сыночком живем как мы скоро начнем гулять уже скоро я думаю дожди перестанут будет более-менее тепло мы пойдем с ними следовать разные места новые по самаре вот также кулинарные рецепты мои смотрите живопись как я рисую вместе с вами рисуем вот если наберется определенное количество людей может быть даже все вместе будем рисовать ну как-то там может по скайпу или вот что-то такое вот напишите тоже комментарии одуванчики они не просто так здесь стоят и я их буду рисовать даже может вместе с вами ну и все всем спасибо за просмотр и пока-пока и пока и пока